Депутаты готовятся к очередному заседанию Думы. Награды ждут своих обладателей. Почетной грамотой губернатора Думы Югры за эффективную работу, многолетний труд вручили работникам общепита и спортсменам. Также жители города наградили благодарственными письмами регионального отделения партии «Единая Россия». Спасибо большое. Наталья Андреевна, спасибо за работу. Спасибо. Надеемся. Все будет хорошо. Праздником этот день стал и для Марины Литвинчук. Ее кандидатуру утвердили на пост председателя молодежной палаты при Думе города. А заместителем стала Юлия Семенишина. У нового руководящего состава молодежки уже грандиозные планы. Также работаем в законотворческой инициативе, стараемся выдвигать интересные предложения. Ближайшее, что мы, конечно, планируем делать, это реализация проекта «Из глубин к вершинам», направленная на профилактику преступности и беспризорности среди подростков на состоящий на учете КДН. И, конечно же, работа с планом мероприятий на следующий год. У нас на Новый год планируется ежегодная раздача подарков нуждающимся семьям. Также будут приглашены отдельные категории деток на мероприятие спектакль «Кибер-елка», который будет осуществляться силами нашего заместителя Юлии Семенишиной. Далее депутаты перешли к деловой повестке. Один из центровых вопросов коснулся благоустройства. Инициативная группа граждан обратилась в администрацию с проектом «Литературный сквер» в первом микрорайоне. Он вынесен на обсуждение. Жильцы хотят видеть на опустующей земле уютный парк. На данной территории планируется разместить уличную библиотеку, которая будет доступна всем жителям. Горожане могут оставлять прочитанные книги и про те, которые им понравятся. Будет установлен парк «Литературный сквер» в функциональное пространство с навесом, скамьями и столиками. Скульптуры в виде героев любимых сказок, чтобы сделать сквер интересной для самых важных жителей нашего города, наших детей. В ближайшее время будет проведен соцопрос среди населения. Чтобы проект стал победителем регионального этапа, необходимо собрать как можно больше голосов. Парламентарии решили поддержать инициативу. Я считаю, что жители нашего города с огромным удовольствием поддержат этот инициативный проект. И не только 150 запланированных голосований жителей откликнется, а гораздо большее количество людей. Потому что самоназвание «Литературный сквер» мы в нашем городе поднимаем высокую планку качества жизни для наших горожан. В ходе заседания принято решение в заочной форме по внесению изменений в устав города. Устав города постоянно приводится в соответствии, в след за внесением изменений в федеральное окружное законодательство. Поэтому здесь аппарат работает четко. Мы отслеживаем все изменения для того, чтобы не возникало проблем в реализации муниципальных полномочий у исполнительных органов власти. Кроме того, депутаты утвердили, пожалуй, самый важный сегодня проект решения по итогам подготовки к зиме. До 1 ноября все ресурсные организации и жилые дома должны получить соответствующие паспорта. Новшеством этого периода, этого календарного года у нас стала подготовка сонтов к зиме в рамках электросетевого комплекса. И председатель комиссии ПЖКХ Алексей Николаевич Куклин сам лично в составе комиссии администрации выезжал по сонтам. Смотрели состояние электросетевого оборудования в наших СНТ и делались выводы, строились планы на будущее. Поэтому надеемся, что перебоев в этом направлении у нас не будет. Перебоев, говорят специалисты, не будет и в аварийных домах. Их в городе осталось 8. Переселение жителей ведется по мере ввода в эксплуатацию нового жилья. Вопрос на контроле муниципалитета. Юлиана Сотник, Михаил Суханов, Наши города.